«Можно ли фотографировать в России в церквях? Существует ли правда, или как каждая церковь решает это сама?» Да, решает сама каждый храм по-своему, потому что есть, например, храмы, где очень много всяких ценностей, иконы очень ценные находятся, которые могут украсть и запрещают там съемку, так же, как и в музее. Для того, чтобы хотя бы даже не было защититься лишний раз, и не было бы… Почему в музее их запрещают? Какого-то плагиата, что ли, не было? А в каких-то, пожалуйста, фотографируйте, сколько влезет. Что касается, например, моего храма, мы тоже не запрещаем. Люди фотографируют, снимают крещение, венчание, пожалуйста, снимайте. Единственное, что я прошу, чтобы фотографы не лезли, например, перед священником, не вставали. Как-то один раз было во время крещения, фотограф решил, что место на Амвоне непосредственно перед священником, напротив, оттуда более выгодный ракурс для него. Он залез на этот Амвон, на Амвон буквально залез, поднялся по ступенькам, возле царским вратам, встал, развернулся и стал там фотографироваться. А я стою, молюсь и на него смотрю. Это вообще молитва всё-таки идёт. Я понимаю, что у тебя задача – хорошие снимки, но молиться-то надо как-то. дать возможность, фотографируй, но не мешай. Ну, ласково сделали замечание, что, пожалуйста, не вставайте сюда, не ходите здесь. Вы снимайте оттуда, оттуда, ну вот сюда, пожалуйста, не лезьте, пожалуйста. Мы так ласково поправили его, и всё, нормально стало. Но это один раз такое было. В основном они как-то себя культурно ведут, фотографы. Иногда я даже специально подсказываю, говорю, вот сюда вставайте здесь, сейчас отсюда будет лучше. Ну, ничего такого в этом нет. Я не вижу никакого здесь нарушения какой-то сакральности или ещё чего-то. Пожалуйста, хотят фотографировать, пусть снимают, ничего страшного нет. Некоторые почему-то шарахаются от этих фотоаппаратов, я имею в виду священников. Почему-то воспринимают это как, я не знаю, чуть ли не какое-то кощунство. Ну, я думаю, это временное явление. Лет через сто все будут нормально воспринимать. Добрый вечер! Среди ваших родственников есть ли священнослужители? Нет. Кому понравится, что его фотографируют на молитве? Да, это немножко сложновато, но ничего, привыкаешь. Потому что какая разница, по сути дела, на тебя смотрят сотни глаз, когда ты молишься, или на тебя смотрят пятьдесят фотоаппаратов. У каждого же по два глаза, правда? Если сто глаз, значит пятьдесят людей. Какая разница? Если люди стоят и молятся с тобой вместе, это хорошо. А если они стоят и глядят, как ты всё это делаешь, а ты должен молиться, какая разница, смотрят они глазами или через камеру, неважно. Продолжение следует... ...